После многочисленных обращений в администрацию, в прокуратуру, в местные СМИ, жители дома на Пушкарёво услышали хорошую новость. Разрешение на строительство признано утратившим силу. Следовательно, стройка под окнами не имеет законных оснований. Несмотря на то, что Ульяновское управление архитектуры и градостроительства разрешение на строительство этого магазина отозвало, паспорт объекта всё ещё на заборе, собственно, как и сам забор, до сих пор окружает периметр стройки. Как есть у нас колючка, так мы и живём под железным забором. Они бросили, у них, значит, 24 сентября запрет был уже на строительство, но они бросили только шесть дней назад, в ту пятницу они бросили только строить. И какой дурак давал это разрешение. Вот этот главный архитектор Семёнов ответил нам, что он вообще не в курсе. И какого-то 24 сентября приостановлено это строительство. И они продолжают, а Васька слушает да ест. Взывать к совести компании, получившей разрешение на стройку, оказалось бесполезно, считают жители дома. Мнение собственников квартир, к чьим балконам практически вплотную установлен забор, кажется, учитывать и не собирались. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Во-первых, там разрешение было, выдавалось, и подписи жителей существуют. Почему они так об этом говорят? Удивительно, конечно. Вчера мы разговаривали с жителями, они говорят, что первый раз вообще слышат про какие-то вообще разрешения, и никто с ними не обсуждал этот вопрос, никаких подписей они, естественно, не ставили. Ну, я не могу конкретно говорить с руководством, что там или как, но по поводу разрешения они лукают. Подписи сейчас ходят по дому и собирают подписи. Кто, я не пойму, не наши жители. У тех домов, которые вообще отношения не имеют, там собирают подписи. Еще бы в своем доме собрал он подписи. Разрешение выдавалось в 2016 году, однако к активным действиям застройщик приступил в начале сентября этого года. Рабочие, по словам жильцов, очень торопились. Приходили засветло, завершали трудиться после заката. Известно, что разрешение на снос деревьев компания также не получила. Сейчас строителей на площадке нет, но сама площадка по-прежнему находится на своем месте и обнесена забором по периметру. Часть деревьев, которые находились здесь ранее, была снесена, но, видимо, строители так торопились, что другая часть оказалась зацементирована, забетонирована на этой же самой площадке внутри предполагаемой конструкции. Засвияжская районная прокуратура проводит проверку. Вопрос о законности разрешающего документа пока открытый. В период прокурорской проверки данная документация фактически отозвана. По результатам прокурорской проверки нами будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города Ульяновска, а также решен вопрос о принятии конкретных мер прокурорской реагирования. Можно сделать вывод, что общество с ограниченной ответственностью Диметра, указанное в паспорте объекта, тоже сторона пострадавшая. Однако все претензии по прекращению строительства администрация города предлагает решать в законном порядке через суд. Да, проверка была проведена в связи с тем, что жители окружающих домов недовольны размещением данных объектов здесь. Поэтому, но еще раз говорю, что несмотря на... Здесь позиция жителей, конечно же, была важной, но вместе с тем, если бы разрешительная документация соответствовала закону, то никто бы это разрешение не отозвал. В стремлении отстоять свои права жители готовы дойти и до столицы, если действия местных властей окажутся недостаточными. Пока что не ясна судьба несостоявшейся стройплощадки. Собирается ли подрядчик демонтировать возведенный каркас? И не получится ли так, что на освободившемся месте возникнет очередной коммерческий объект вместо привычных и необходимых жильцам зеленых насаждений? Вера Мещерякова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.